Сегодня у меня снова экскурсия по музею имени Словцова. Побывав в этом музее, хочется снова заходить и заходить сюда. Здесь всегда новые экспозиции, интересные выставки. И вот этот зал хочу вам показать. Так, что тут? Где у нас? А, вот вижу. Так, здесь это шедевры художественной коллекции западноевропейское искусство, начало XVI века, по XIX век. Вот здесь представлены различные вазы, кубки. Это 1806 год, вот эта верхняя полочка. Декоративный вот здесь подсвечник. Это первая половина XIX века. Декоративная ваза, очень красивая. Это германская фарфор, роспись, лепка. Внизу представлены пивные кружки. Это конец XIX, начало XX века. Керамика, кружки из керамики, металл, фаянс. Хочется показать вот эту картину. Это картина неизвестного художника. Подражание Рафаэлю. Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем. Эта картина так и называется. Подражание Рафаэлю. XVII век Италия. Вот еще хочу показать вам такие красивые декоративные вазы. Это XIX век. Фарфор, металл вот здесь в центре. Посмотрите, какая красота. Вот. У меня даже слов нет. Вот ваза Тиффани в США. Фирма Тиффани Стекло. Так, внизу. Внизу. Это первое блюдо. Вот здесь представлено. Это первая половина XIX века. Германские. Германия. Так, вот здесь декоративная тарелка. Это Россия. Очень здесь хочется ходить, смотреть. Так, вот здесь на верхней полочке. Сейчас я прочитаю, что здесь. Это комплект фарфоровых изделий. Конец XIX, начало XX века. Датская королевская фарфоровая мануфактура. Фарфор, роспись. Ну, даже видно, что это одно, так сказать, предприятие выпускало вот эти изделия. И роспись, техника. Они похожи. Вот еще одна картина также неизвестного художника. Это, как она называется, Амуры перековывают меч на орала. Тоже неизвестный художник. Это XVII век. Вот тоже картина неизвестного художника. И тоже подражание. Помните, вот здесь картина «Девушка с подносом фруктов». Это тоже подражание. Это та картина Тициана. И вот это подражание с ней. Этой картине. Конечно, я никакой не искусствовед. Я, обычная пенсионерка, просто провожу свое свободное время. Хочется сходить, посмотреть, полюбоваться красотой. И некоторые моменты показываю вам. Вот в этом зале представлены работы также неизвестных художников из Фландрии и Голландии XVII-XIX века. Хожу, смотрю. Вот эта картина тоже не знакома. Это картина также неизвестного художника XVI века. Такая благоприятная обстановка в этих музеях. Такая атмосфера. Хочется ходить, смотреть и прикоснуться к истории. Вот такое литье. Гибель Карла Смелого XVIII век. Бронза, литье, чиканка. Картины, картины, картины. Вот эта картина Айвазовского, Ялта. Конец XIX века Крыма. Это тоже знакомая картина Ивана Шишкина. Вот эти картины мне тоже знакомы. Конечно, в течение своей жизни я где-то посещала музеи, какие-то репродукции смотрела. Конечно, не такое уж я засегдатый музеев, но тем не менее, вот эти мне знакомы. Портрет графа Алексея Толстого в возрасте 12 лет. Так, а вот это семейный портрет. Хочу показать вам кофейник начало XVIII века, Россия, фарфоровый завод, фарфор, роспись и чашка кофейная, императорский фарфоровый завод, Санкт-Петербург, XIX век. Друзья мои, я показала вам всего лишь небольшую часть. Замечательная такая экспозиция. А это вот выставка нашего сибирского самородка Ивана Калганова. Вот это родился в 1845 году в Ирбите. Учился в иконописной мастерской. И вот его представлены работы. А это работа Ивана Репина. Портрет Мары Олив. Начало XIX века. Ну что, друзья, я здесь похожу, еще посмотрю. Всем до новых встреч. Небольшую частичку этого музея я вам показала. Мимо этой купальщицы Кустодиева не могла пройти. И вспомнила, как мы в школе ходили в художественную галерею с классом. И как мальчишки у нас неоднозначно отнеслись к этой картине. Всем до новых встреч, друзья. Два часа прекрасно провела время. Кустодиева